Надежда Николаевна Семён Семёныч? Приехали! Наконец-то! Ух ты! Мам, как вы её довезли! Ммм, малиновая. Моё любимое. Что это ты не встретила нас? Где Гоша? Тиранозавр. Мира. Ой, бабушка! Это книга Гоша. Я только на минутку взяла. Смотри, динозавры жили 350 миллионов лет назад. Это когда ты была маленькой? Ну, не такая уж я и старая. Ну и ребёнок у вас. Чудо в перьях. Где моя внучка? Я так соскучилась. Видимо, только по дедушке. Со мной даже не поздоровалась. Так, что у вас с едой? Ну, как всегда, ничего серьёзного. Я привезла фарш. Сейчас будем делать котлеты. Мам, спасибо. Да и мы только что пообедали. Ничего страшного. Домашние котлетки никому не повредят. У нас так много еды. Да и столько хлопот с котлетами. Не нужно. Нужно, нужно. Детям необходимо мясо. Это белок. Надежда Николаевна, какая прекрасная идея. Я так люблю ваши котлеты. Всю неделю о них мечтал. Я буду помогать. Хорошо. Только помой руки. Без телефона в руках будет проще. А помнишь, мы жили на море, и ты сделала целое ведро котлет? Помню. Все говорили, что нам столько не съесть до конца лета. А мы съели за один день. Сколько мне тогда лет было? Да вот, примерно как в мире сейчас. Это, правда, была наша лучшая поездка на море. Мама, мне же надо выбрать платье. Миру пригласили на день рождения. Отведу ее вечером. Котлетки почти готовы. Очень красиво, внученька. Но в гости в таком идти нельзя. Почему нельзя? Не знаю. Мне кажется, можно. Девочки, я как раз вам новые наряды привезла. Помери, Мирочка. Культурное платьишко. И ручки прикрыты. И длина хорошая. Привет, ба. Он сегодня не в настроении. Что значит не в настроении? Сейчас будут котлетки, и настроение поправится. Я не хочу котлетки. Я хочу яблоко. Да что же это такое? Что тут у вас творится? Я стараюсь как лучше. А вы? Кто тут бабушку обидел? Никакого уважения. Дети не научены вежливости. Что хотят, то и делают. Что хотят, то и говорят. В наше время дети себе такого не позволяли. Надежда Николаевна, а котлеты уже готовы? Я такой голодный. Готовы. Только никому мои котлетки не нужны. Ах, конечно, нужны, мама. Просто мы только что обедали. Я тоже их очень люблю. А когда я голодная, твои котлеты мне кажутся самыми вкусными на свете. И напоминают детство. Но с детьми тебе все же надо быть построже. А то они какие-то невоспитанные у нас. Бабушка, я буду четыре штуки. Оставишь мне? Да я еще нажарю. А что значит невоспитанные дети? Не вежливые, как ты говоришь. Вежливость выглядит по-разному в разных культурах. Это означает, что есть разные нормы и правила поведения между детьми и взрослыми. Да и в целом между людьми. Вот если бы мы жили в Японии, то вы бы приветствовали бабушку и дедушку у двери. Обращались строго на «вы», не кричали б и не прыгали, когда у вас гости. Просто потому, что они старше. И за любой подарок много раз благодарили. Это называется культурная норма. А в современной Европе, например, в скандинавских странах, культурные нормы совсем другие. Можно на равных общаться со старшими и высказывать свое мнение. Мне нравится, как в Скандинавии. А мне, как в Японии. А нам, как быть воспитанными. Я сама запуталась с этими вашими новыми правилами. Бабушка, ты знаешь, мне понравилось платье, которое ты мне привезла. Я его надену в школу. Но сегодня у нас карнавал. Костюмированная вечеринка, понимаешь? Карнавал? Ох, какие карнавалы были у нас в детстве. Бабушка, да ты специалист по карнавалам и по вежливости. Смотри, что у меня есть. Красиво, скромно и со вкусом, внученька. Спасибо большое, любезная бабушка. Это так красиво. Котлетки! Убавить огонь! Надо налить воды! Туши его! С бульончиком будет хорошо. Ничего, я и горелыми ваши котлетки люблю. С корочкой даже лучше. Тут мы живем. Здесь будет твоя комната. А здесь кухня. Там с парами кухня. Убавьем! А кто твои родители? Вот же они! Нет, а кто настоящие? Они и есть настоящие! Девушки отдыхают Сегодня остаёмся дома Чем бы заняться? Что бы поделать? ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА А помнишь, ты мне будильник в рюкзак подбросила? ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА А помнишь, ты меня на велосипеде возил? ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Это когда ты пришёл из детского сада? ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Чай с малиной, лекарство от кашля и ноги держите под пледом ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА А кто тебе делал чай с малиной, когда ты был там? ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА А если ночью становилось страшно, кто приходил? ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА У меня были друзья А теперь приходим мы с мамой, потому что детский дом не место для ребёнка ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Пап, вы же настоящие? Мои родители? ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Конечно, настоящие Ведь любовь у нас настоящая Хотя я могу превращаться в... ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Внимание, внимание! ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Как же здорово иметь старшего брата! ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Вообще здорово иметь семью! ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Вулкан по левому борту! ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА 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 Эй! Это лава! Не вставай туда! Глупости какие! Это просто ковер! ПЕЧАЛНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Жалко платок. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА А еще он не давал мне танцевать! Ох, Гоша! ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Прогонял меня с ковра и выключал музыку! Ах! Мира! И вообще, я младше! Неважно, кто старше, а кто младше. Нельзя обманывать! Гоша, наверное, и сейчас очень обидно. Да, как-то это все нечестно. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Надо просто успокоиться. И тогда получится... Подышать. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Мы же вместе его порвали. А мама подумала на меня. Нечестно и обидно. Это как предательство. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Извини меня, пожалуйста. И меня. Мне очень жаль, мам. Знаете, люди могут ругаться. Так бывает. Важно уметь мириться. Пойдем играть. Осторожно, лава! ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Можно ругаться. Только не драться. Можно сердиться, но не обзываться. И если, кажется, ссора прошла, можно скорее покрепче обняться. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА 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 Порвался? Нет. Не говори никому. Почему? Мама же не ругает нас за порванные вещи. Просто не говори. Ладно? Так надо. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Ты чувствуешь то, что чувствуешь? ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Это нормально. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Мне нельзя говорить то, что случилось с Гошиным рюкзаком. И он очень-очень расстроен. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Можно? Угу. Ты в последнее время сам не свой. Часто сидишь один в комнате. Что-то в школе? Ничего особенного. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Рыжий пришел. Вот так не смотрите на него. Он каждый день приходит. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Ты что молчишь? Я смотрю игру. Ха. Ну смотри, смотри. Ой! Что, слабо? Ой, ухо! Сейчас заплачет. Ой, только не расплачься. Ха-ха-ха-ха! ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Поговорить всегда бывает полезно. Одна голова хорошо, а две лучше. Помнишь, как мы вместе смогли решить задачку по математике? ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Краска для волос? Кажется, что-то все-таки происходит. Это началось после каникул. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Ха-ха! Рыжий! Рыжий! Все равно пропустишь! ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Да, он играть не умеет. Сиди лучше дома. Иди домой. Это очень обидно. Я просто хочу быть как все. И я подумал, ведь можно поменять цвет волос. И тогда больше не будет проблем. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Ты можешь пытаться изменить себя, но ты не сможешь переделать других людей. Они будут находить другие поводы для такого поведения. Мы все разные. У каждого есть свои особенности. Во внешности или в характере. То, что их кто-то не принимает, проблема того человека, а не твоя. Так он пытается выглядеть более значимым. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Я понимаю, нет смысла менять себя, чтобы кому-то нравиться. Но что мне делать? Я просто хочу ходить в школу и не думать об этом. Разреши нам с мамой поговорить с твоей учительницей. Никогда! Я не буду ябедничать! Это же трусость! Ты не ябедничаешь. Ты защищаешь себя. А для этого нужна храбрость. Нельзя играть по правилам тех, кто обижает. Важно, чтобы правила были справедливы. Согласен. Но пока, пожалуйста, не ходите к учительнице. Я попробую сказать им честно. Хорошо. И помни, мы с мамой всегда рядом с тобой. Как и твои друзья, поддержка придает уверенности в себе. А уверенность решает многие вопросы. Опять пришел! Не стоит так делать. Мне это неприятно. Кто ведет-то? Наши ведут. Но им надо усилить защиту по левому краю. Держи левый край! Найд! Бол! 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 До завтра! До завтра! Ать! Так вот. Опа! Скоро надо идти. Ага, они вот-вот приедут. Кто? Бабушка с дедушкой. Они сегодня остаются с нами. Мама с папой идут по делам. А мне на урок русского. Ты ходишь на уроки? Вот почему ты так хорошо говоришь. Увидимся. А моя бабушка с нами не остается. Говорит, что уже слишком старенькая. А она что, болеет? Не знаю. Вроде бы нет. Но бабушка часто говорит, что старость, как снег, приходит внезапно. Что скоро все зубы выпадут и песок посыпется. Что к старости рога вырастут. И никому она не будет нужна. А еще я прочитал. Когда человек становится старше, у него пропадает часть рецепторов. Это такие маленькие точечки на языке, которые передают вкус еды. Я не хочу терять точечки. Я не хочу стареть. Бабушка, дедушка, пожалуйста, не стареть. Мирочка, ну ты что? Что такое случилось? Ева рассказала, что бывает с людьми в старости. Я не хочу, чтобы у вас песок сыпался. Давайте во всем разберемся. Мы уже сильно опаздываем. Вы идите. Мы сами во всем разберемся. Ну, что там за истории? Расскажите. Как это становиться старше? Не старше, как я и Миры каждый год. А старее? Ева сказала, что к старости зубы выпадут и рога вырастут. Рога – это точно неправда. А с зубами может быть всякое. Поэтому так важно их чистить каждый день. Когда человек становится старше, с его телом происходят разные вещи. Я плохо вижу без очков и часто хуже слышу. Я уже не могу так быстро бегать, как раньше. В детстве я обожал прыгать в озеро с тарзанки, разогнаться с берега, как полететь и плюхнуться в воду. А я по деревьям лазала лучше всех. Меня ни один мальчишка не мог догнать. А теперь вот правая рука стала по утрам болеть. Значит, вы чаще болеете? Не совсем. Мы реже подхватываем вирусы. Наш организм уже переболел многими болезнями за всю жизнь. И его трудно удивить. Наш иммунитет стал сильнее. Есть люди, которые скучают в пожилом возрасте. Но нам с бабушкой весело. У нас теперь много свободного времени. Мы же не ходим на работу. И можем больше быть друг с другом и с нашими друзьями. Если бы я не ходил в школу, мне было бы тоже весело. Сейчас я могу потратить весь день на чтение и закончить книгу за три дня. Сколько же сказок ты можешь прочитать за месяц? Очень много. А я, наконец, занялась йогой. И рука стала болеть меньше. И еще. Смотрите. Ох, зубы же ломят. А вот и нет. Представляете, с возрастом зубы становятся менее чувствительными. Так что я спокойно могу кусать мороженое. А потом пить горячий чай. Когда я стану бабушкой, я буду есть много мороженого и смотреть мультики. Оказывается, старость – это совсем неплохо. Это как детство. Только не надо рано ложиться спать. Именно слово «старость» часто пугает людей. Поэтому я решила называть его по-другому. Время радости и ничего не деланья. Ну, не знаю. У меня много дел. Ко мне сегодня приходит ученик. А вот и он. Пообедай с нами, а потом будем учиться. Всем привет. Знаете, чего нам не хватает? Чего? Мы разучились играть. Научите нас играть во что-нибудь. Ура! Давайте искать сокровища! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Алло, мам! Ты дома? Ага. В холодильнике рис и котлеты. Обязательно пообедай. Угу. И еще. Аккуратнее. На диване папина посылка. Хорошо, хорошо. Ну, пока. Целую. На диване папина посылка. Папина посылка. Наверное, техника. Собрать и выкинуть в мусорку, чтобы никто не нашел. Ну, папа вот-вот вернется. Надо скорее. Куда же подевалась посылка? Это очень дорогая вещь. Ты видел коробку на диване, когда пришел домой? И я разбил телефон. И папа с мамой сказали, что я плохой сын. Что со мной одни проблемы. Я им не нужен. Папа. Надо бежать. Ты знаешь, сколько стоила эта вещь? Слушай, ты что, меня не слушал? На тебя нельзя положить. Я же просила тебя быть аккуратнее. Как же ты меня бросил? Вам будет без меня лучше. Я только все порчу. Свобода. Я могу делать все, что хочу. Субтитры сделал DimaTorzok Как же хочется есть. Ты что здесь делаешь? Где твои родители? Нигде. На работе задержались. Иди к нам. У нас переждешь. Мы ужин приготовили. Никогда не заходи в дом к чужим людям. Даже если они говорят, что знают твоих родителей. И не ходи в чужие подъезды один или с друзьями. Иди, иди. Мне тут надо с одним делом помочь. Без тебя никак. Взрослый у ребенка помощи не попросит. Ты что, меня не понял? Я попросил мне помочь. Эй, ты. Деньги есть? Ну, как я вернусь? Они меня ненавидят. Пойду еще раз посмотрю во дворе. Оставайся дома. Я поищу. Ты лучше позвони в полицию и в поисковый отряд. Ой, давай пока подождем. Нет, звонить надо сразу. Никогда не нужно ждать. Я тоже хочу пойти. Я не могу уснуть. Я понимаю. Мы все его любим и волнуемся. Они меня любят? Все равно любят? Мама, прости меня. Я испугался. Я сломал папину посылку. Потом выкинул ее зачем-то. Потом мне стало совсем страшно. Мы очень сильно тебя любим. Сильнее любой посылки. Никакой твой поступок не может быть важнее тебя. Мама, я так вас люблю. Я так испугался. Мы тоже сильно-сильно испугались. Каждый из нас совершает ошибки. Папа, и даже ты? Даже я. И я. Давай договоримся на будущее, что из любой ситуации можно найти выход. Возможно, мы могли бы вместе все починить. Я совсем об этом не подумал. Внимание, внимание. Обнимание. Сейчас лопну от радости. Готово. Готово. С бананом. Мама, только давай выходить скорее. Все уже на улице. Да-да, мне звонила тетя Лада. Ева уже во дворе. Они же начнут без меня. Сейчас, сейчас. Только надену на Сонечку ошейник. Ей тоже не помешает погулять. Мама, иди на Сонечку ошейник. Тетя Лада. Я первый. Ой, извини, пожалуйста Это есть ничего страшного Мира! Иди к нам! Иди играть! Иди к нам в команду Ваня, Саша, Петя, Таня, Ева, Ира Один, два, три, четыре, пять, шесть Я седьмая Как же поделить семь человек поровну? Нужен восьмой О! Стой! Куда? Не ходи туда! Пусть уходит, это не его скамейка Это вообще наша площадка А может он вообще не умеет играть в футбол? Так, уходи отсюда! Уходи отсюда! Что случилось? Ничего, нам просто надо прогнать этого мальчика с площадки Он тебя чем-то обидел? Нет, просто он чужой, странный и пришел на нашу площадку Пусть уходит Почему? Он мне не нравится, он другой, все так думают Я понимаю Мы верим своим друзьям Нам с ними весело и не хочется ссориться Особенно из-за тех, кого мы даже не знаем С друзьями мы ничего не боимся И это здорово Да, они мои друзья А его я первый раз вижу Что он тут расселся? Вы не знакомы, но из-за этого не стоит его обижать Но я не хочу с ним дружить Совсем не обязательно дружить Но очень важно уважать Давай я попробую немного рассказать тебе об этом мальчике А ты его знаешь? Нет, но я знаю кое-что о нем И думаю, у вас много общего У него, кажется, тоже есть мама и папа Совсем как у меня И даже брат Но они все равно какие-то другие Это называется национальность Люди другой национальности говорят на другом языке У них часто отличная от нас внешность И они любят еду, которую мы не готовим И это всегда так интересно Изучать другую культуру Это помогает нам больше знать И делает наш взгляд на жизнь шире Смотри, чем вы еще похожи Он тоже любит собак А может быть еще и кошек? Скажи, если бы на той скамейке сидела ты Как бы ты себя чувствовала? Мне было бы очень грустно и обидно Еще мне было бы одиноко И я бы, наверное, заплакала Как-то это все нечестно Я сейчас приду Делите ли тесто женихой И я денег не могу больше, не друг Спасибо Это ничего страшного Держи Извини меня, пожалуйста Это было несправедливо Это ничего страшного Мама, а мальчик оказался очень добрым Но почему-то все на него кричали И даже я Иногда проще быть как все Но в итоге каждый отвечает за свой поступок сам Здорово, что ты извинилась Для этого нужна храбрость Представляешь? Слость такая тяжелая А доброта легкая Ну что, готова? Готова! Помоги лучше Бабушки Ну что, везете нашу принцессу? Принцессу? Ждем, ждем Ой А нарисуй-ка лучше Открытку Стоп А где же я? Та-дам Заходи Интересно Какая она? Кто? Бэйби Ну, маленькая и милая А может быть, нет Может быть, она будет все время у нас все забирать А мама с папой будут ее защищать Потому что она маленькая А вдруг она заставит ходить с коляской? А еще она может занять мою комнату Не думаю А если они теперь будут любить только ее? Что тут происходит? Я очень хочу тебе помочь Но я ничего не понимаю Постарайся успокоиться И рассказать Это Бэйби С ней будут любить только ее Малыши всегда любят больше А почему вы так решили? Мама и папа с этими малышами всегда носятся Я видела на площадке Представляете, если бы мама и папа так обращались с вами? Нет А если мама и папа будут всегда ее защищать? Я думаю, вы все будете ее защищать Тогда чего вы боитесь? Что они будут любить ее больше Знаете, любовь как шоколад Чем больше, тем лучше Ведь когда-то у нас не было и Гоши А потом он появился и любви стало больше И правда Я смогла с ним играть И с Бэйби тоже будем играть Может быть, в принцессу? Можно Но это будет не скоро Пока она еще будет очень маленькой А пока вы сможете помогать маме и папе с малышом Как? Выбрать для Бэйби одежду Принести бутылочку Выбрать цвет соски Покормить с ложечки и из бутылки Еще ее надо будет учить ходить, играть, ползать Какая миленькая Какая малюсенькая Какой взгляд умный Ну, копия папа А мне кажется, в маму На миру маленькую похоже КОНЕЦ Мерку А это для взрослых Я поняла Любовь не делится, она умножается Я обещаю, что всегда буду вас так же любить, как раньше И кажется, даже больше Нет! Нет! Что ты наделала? Мама! 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 Я буду строить длинную башню, а Бэйби будет ее разрушать! Бэйби, вперед! Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А давай ты как будто постучишься и принесешь мне чай с тортом! Но я же тоже принцесса! Нет, только я! Почему? Потому что я красивая! Мне так мама сказала! Мне вообще все так говорят! Принеси мне чай и торт! Ага, хорошо! Зеленый? Нет, спасибо, мне больше нравится синий! Мам! А я красивая? Мам! Хм, сейчас посмотрим! Ну что ж, могу сказать точно! Да! Для меня вообще самое красивое в мире! Мам! Мам! Мама сказала то же самое! Ну, кто же тогда красивее? Мам! 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 Кажется, Соне не нравится! Хе-хе-хе-хе! Мне тоже не очень! Понимаешь, красота у каждого своя! Ведь ты – это ты! И другой такой девочки нет на свете! А еще очень важно, что у тебя внутри! Ты думаешь, у меня внутри красиво? Дай посмотрю! Внутри – это твои поступки, характер, эмоции. Это называют внутренний мир. Кажется, я поняла! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе! 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 Я испекла яблочный пирог. Будешь кусочек? Буду! Хе-хе-хе-хе! А кружечка у тебя есть? Да! Ой, я чуть-чуть пролила! Хе-хе-хе-хе! А знаешь, мы обе красивые! Ага Потому что у нас красивый внутренний мир Как это? Субтитры подогнал «Симон»